Итак, сегодня Ноябрьск с рабочим визитом посетил губернатор округа Дмитрий Кобылкин. Цель его визита – участие в выставке «Предприниматели», которая открылась в рамках работы Окружного совета по развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Ксения Епишева побывала на выставке и ей слово. Всего на выставке собрались около сотни предпринимателей. Каждый готов поразить посетителей оригинальностью своей бизнес-идеи. Ну вот, к примеру, кто бы мог подумать, что вот эти самые туфли сделаны из рыбьей кожи. Автор такой нестандартной идеи – житель Нового Оренгоя Вячеслав Курбан. Обувь из рыбьей кожи, уверяет мужчина, ничуть не хуже, чем та, которую мы привыкли носить. Сносу ей нет, сам говорит, четвертый год не снимает. Да и внешне такие ботиночки очень даже впечатляют. Готовим проект под запуск производства. Именно шить это все здесь, у нас в Оренгое. К слову, туфли изготовлены из сазана. Вот до чего дошел прогресс. Уже и обувь из сазана, и сумки из щуки, и кошельки из семги. В общем, съел рыбу – шкурку не выкидывай, ботинки сошьешь. Они не рвутся. Они довольно-таки прочные. У них прочистки человека дешевые, забудут, что такие мокрые ноги. Это более для нас. Можно делать сапожки, полусапожки, сумки. В итоге, вот какова цена будет в среднем пара обуви без сожжей рыбы? В пределах трех тысяч. В ассортименте продукция подсобного хозяйства. Натуральная сметана, молоко и перепелиные яйца. На развитие своей мини-фермы предприниматель Валерий Нежденко получил окружную субсидию – 280 тысяч рублей. Сумма, говорит, не особенно велика. Хватило на покупку четырех коров. Но и это неплохое начало. Будем дальше развивать наш бизнес постепенно. Сейчас оформляем землю, чтобы расширяться. В северных условиях, говорит Валерий, что коровы, что перепелки чувствуют себя вполне комфортно. Тем более, что для них созданы все условия. Мы брали племенной скот в Тюменской области. Там тоже есть мороз до 30 градусов. А так у нас в сараях централизовано отопление. Им не холодно. Условия для комфортного существования созданы на Ямале и для самих предпринимателей. Сегодня в округе существует программа по предоставлению субсидий на развитие собственного дела. И это, по мнению бизнесменов со стажем, прекрасное подспорье для начинающих. Приятно то, что выставка и форум проходят в ноябрьске. Это уже приятно. И смотрю, лицом повернулись в бизнес-инкубаторе весь стенд, что Ямал выдает кредиты под 5-8%. Если люди, которые хотят заниматься бизнесом, имеют бизнес-план, то есть есть поддержка. А это самое главное. Присутствующий на выставке губернатор Ямала лично пообщался с каждым предпринимателем, выслушал их бизнес-идеи и порадовался успехом. После чего Дмитрий Кобылкин подвел итог пятилетней работы программы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. За это время малый бизнес Ямала значительно окреп. Почти в два раза увеличилось количество малых предприятий и оборот их деятельности. На 30% возросло количество людей, занятых в этой сфере. Это, на мой взгляд, такой значительный показатель. Обороты малого и среднего предпринимательства составляют 12% валового регионального продукта. Если исключить деятельность по добыче и транспортировке углеводородов, то доля малого бизнеса составляет почти треть от экономики региона – 26%. И в дальнейшем, подчеркнул, глава округ продолжит оказывать поддержку начинающим бизнесменам, дабы обеспечить им возможность развиваться и процветать. Ксения Епшева, Александр Иванов. Новости нашего города.